Удостоверение депутатов сегодня получили трое победителей, одномандатников по курортному, центральному и морскому избирательным округам. Председатель Сочинского избиркома отметила, что выборы прошли без существенных нарушений. Кроме того, в их ходе удалось опробовать все новации федерального закона о выборах. Это прежде всего возможность предоставления голосования по месту фактического нахождения, это электронные протоколы и QR-коды. И с этим мы действительно справились. Но результаты проведения избирательной кампании говорят о том, что необходимо повышать профессиональный уровень наших участковых избирательных комиссий. Свои голоса на избирательных участках за всех кандидатов на кресла в ЗАГС-собрание отдали чуть более 30% сочинцев. Ну а вот на следующие выборы в марте 2018 года ожидается большая активность избирателей. Страна будет выбирать президента государства. К новой избирательной кампании сочинский избирком начнет готовиться уже в самое ближайшее время.